Путь карате – это путь самосовершенствования личности. Начиная с совершенствования технического мастерства, человек, правильно занимающийся карате, рано или поздно приходит к пониманию необходимости совершенствования духовного. Стремление к совершенству становится для него основной движущей силой. На разных этапах пути совершенство видится по-разному. Каким же оно представляется мастерам, которые с точки зрения обыкновенных людей, если и не достигли его, то, по крайней мере, далеко продвинулись в его направлении? Наверное, совершенства не существует. Но думаю, что тренироваться нужно с целью его достигнуть. Что такое совершенство в Будо, я все еще не знаю. Поэтому до сих пор тренируюсь. И жизнь, наверное, так и закончится в поисках. Когда человек говорит себе, ну вот, я достиг совершенства, то это означает, что он перестал расти. С возрастом улучшается техника и прочее, а вот состояние души, настроенность, ощущение ярости противника, Знаете, что это такое? Ярость противника. Если понимаешь, где опасность, ее легче избежать. Таким вещам человек может научиться только самостоятельно. Будо учит, что ты должен победить, не сражаясь. Поэтому всю жизнь человек ученик. Он постоянно тренируется и видит еще недостаточно. Надо тренироваться дальше и не опускать руки. Совершенство, если говорить коротко, это сатори, просветление. Это отсутствие желаний, стремление к удовлетворению собственных амбиций, противоречий с самим собой и с окружающими. Совершенство, если говорить коротко, это сатори. Это и есть оно. Это удовольствие от того, что делаешь что-то для других людей, не для себя. Так что, по моему мнению, совершенство – это своего рода сатори. Так что, по моему мнению, совершенство – это, 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 по моему мнению. Продолжение следует...